Салюты от гремели, Оливье съедено, желания загаданы, пора выходить на работу. Первые дни после долгих новогодних каникул для многих оказываются невыносимыми и тяжкими. Корреспонденты телеканала Самары ГИС не унывают и раскрывают свои секреты, как они справляются с посленовогодних Андрой и включаются в работу. Я просто стараюсь не акцентировать внимание на том, что после праздников нужно сразу врубаться с головой в работу и сворачивать горы. Я просто приступаю к своим обязанностям, не стараюсь делать многое, я делаю то, что от меня нужно. И постепенно вхожу в ритм и проблем никаких у меня не возникает. Я очень сильно люблю спорт и поэтому я вдохновляюсь спортивными мероприятиями. Когда я вижу что-то удивительное на спортивных площадках, меня это как-то мотивирует и я стараюсь быть лучше. Я вот даже себе на рабочем месте повесил свой самый любимый спортивный момент 2016 года. Я не пытаюсь даже справиться, я просто заедаю горе шоколадом и запиваю чаем. И этот метод советуют взять на вооружение и профессор Константин Лисецкий. Немного смешать работу и воспоминания о прошедших каникулах. Такой коктейль, уверен он, окажет целебные действия на сбившиеся жизненные ритмы. Придя на работу, конечно, первый день лучше всего это рассказывать друг другу, как прошли праздники. Причем истории нужно придумать заранее, чтобы было интересно. Остатки там салатика принесли с собой, кто-то там тортик, поговорили, все чаю попили, разошлись. И дальше вот входят в работу очень легко люди. Возвращаться в работу будет проще и легче, если рассматривать ее не как тяжкую обузу и трудовую повинность, а как новые возможности для достижения тех желаний, которые мы загадали под бой курантов в новогоднюю ночь. И даже если кто-то что-то забыл или, может быть, недосказал, у нас в России есть уникальная возможность сделать это еще раз на Старый Новый год. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков, События.